Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги! Мы продолжаем совместный проект Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова вместе с информационным агентством Интерфакс. Как вы знаете, наш проект называется «Россия и мир. Профессиональный разговор». Мы стараемся знакомить и профессиональное сообщество, и людей, просто интересующихся этой проблематикой, с наиболее острыми, актуальными проблемами, которые происходят в мире и которые так или иначе влияют на Россию. И вот это слово «профессиональный разговор» сегодня у нас, я считаю, в эфире суперпрофессионалы. Во-первых, я очень признателен Александру Валентиновичу Новоку, заместителю председателя правительства Российской Федерации, который нашел время, чтобы поучаствовать в нашей работе. Этот год, как вы знаете, был для него чрезвычайно тяжелым, особенно это связано с весенним падением, суперпадением спроса, но Александр Валентинович все это с честью выдержал. Помимо этого, мы сегодня пригласили господина Рая Квончунга, лауреата Нобелевской премии мира 2007 года, который является членом Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». Он один из первых, кто поднял тему энергетического перехода, поднял тему необратимых изменений климата. Приветствую вас, господин Чунг. Также у нас член-корреспондент Елена Телегина, которая в предыдущей энергетической кризисе в 1998 году работала в правительстве, была заместительным министром Минтопэнерго, оно тогда называлось. Сегодня она декан факультета международного энергетического бизнеса, который она создала в университете имени Губкина, и тоже достаточно известный специалист в этой области. И Алексей Игоревич Громов, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Я вас всех искренне приветствую. Модерировать работу сегодня мы пригласили президента Ассоциации «Глобальная энергия» и заместителя директора ВГТРК, известного журналиста Сергея Борисовича Борилева. Сергей, прошу. Спасибо, Александр Александрович. Тем более, что, видите, вы мне обеспечили карьерный рост. Я был замдиректор канала «Россия», а у меня сразу ВГТРК. Так что я проникся чувством собственной значимости. Это на самом деле многие путаются, поэтому я совершенно не в упрек. Я действительно хотел бы подчеркнуть свою ипостась сегодня президента Ассоциации «Глобальная энергия», потому что ровно неделю назад мы выпустили свой первый в своем роде доклад, который называется «10 прорывных идей на следующие 10 лет в энергетике». Он очень хорошо разошелся по мировым средствам информации. У нас было около 800 цитат. Но особая, кстати, благодарность Интерфаксу. И не за того, что мы находимся на его площадке. Это не просто что-то такое комплементарное. Но сейчас Интерфакс первым выдал эту новость, и очень подробно, за что я очень благодарен коллегам. Действительно, я сегодня из раза в раз буду возвращаться к этому нашему докладу, где среди авторов еще один нобелевский лауреат. Но сейчас давайте действительно воспользуемся возможностью, что вместе с нами находится Александр Александрович Новак, вице-премьер профильный российского правительства. Сложный год для него был и с энергетической точки зрения, и с точки зрения того, что он у нас в нашей сегодняшней компании пионер, первопроходец по непростому пути с ковидом, и, слава богу, выздоровел. Александр Валентинович, вам слово. Что вы думаете об итогах уходящего года и перспективах следующего? Александр Валентинович, не слышим вас. Пропал звук. Сейчас есть? Вот, отлично. Да, спасибо. Да, всем, всех хочу поприветствовать. Спасибо большое, что пригласили поговорить сегодня на актуальные темы, касающиеся того, что происходит в мировой энергетике, особенно в этом году, действительно, в 2020 году. Вот, какие актуальные темы на сегодняшний день на повестке. Я хотел бы коснуться по ситуации и взгляде России на то, что происходит на энергетических рынках в период пандемии, ковида и так далее. Ну, буквально, может быть, для интереса. В субботу я был в Саудовской Аравии, летал в Арият, встречался с министром нефти, принцем Абдул-Азизом. Мы так договорились в начале декабря, когда у нас принималось решение о совместных действиях на 2021 год в рамках ОПЕК+. Договорились встретиться, обсудить и вопрос торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, и текущую ситуацию на рынке. Ну, вот, буквально, эта суббота прошла, сегодня понедельник. Даже за эти два дня ситуация, на мой взгляд, изменилась еще достаточно активно, меняется она. Как вы знаете, очень серьезные локдауны сейчас относительно поездок были, введены относительно поездок в Великобританию, появился там новый какой-то штамп коронавируса. И, в общем-то, это повлияло, в том числе, и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию по цене на нефть. А два дня назад этого еще мы не видели. Поэтому, конечно, ситуация, с которой мы столкнулись в начале этого года, и в условиях, в которых мы находимся сегодня, она абсолютно была непредсказуемой и беспрецедентной по своим масштабам. Это очевидно. Никто не мог точно оценить последствия пандемии для мировой экономики, которые наступили, особенно во втором квартале 2020 года. Ну и, собственно, сейчас все прогнозы, они так или иначе не совсем, скажем так, реализуются. Те прогнозы, которые были по восстановлению еще во втором квартале, когда мы подписывали, соответственно, соглашение о наших совместных действиях на рынке нефти. Почему? Потому что, честно говоря, мы думали о том, что это резкое падение, которое произошло по снижению спроса в мире на 22-25 миллионов баррелей в сутки, резкое падение, которое могло привести к затовариванию рынков, могло привести к тому, чтобы впервые, может быть, в истории мы могли вообще, в принципе, остановить добычу нефти из-за того, что некуда было бы забывать, что нефть в хранилищ в мире недостаточно было, недостаточно в принципе для того, чтобы обеспечивать долгий период отсутствия спроса. Поэтому, когда в сутки ежедневно 25 миллионов баррелей накапливается и хранится либо в танкерах, либо в наземных хранилищах, это, естественно, не бесконечный процесс. На отдельных локальных рынках, например, как в Соединенных Штатах Америки, мы видели, что затоваривание привело к отрицательной цене на нефть марки WTI в какой-то момент, что тоже было, безусловно, беспрецедентно. Ну и, конечно, если говорить о прогнозах, мы, конечно, думали, что к концу этого года восстановление спроса будет более высоким, чем по факту мы наблюдаем на сегодняшний день. Я могу сказать, что сейчас спрос, конечно, восстановился примерно на 15-17 миллионов баррелей в сутки, но, тем не менее, относительно того, что было до пандемии, общее снижение спроса составляет еще около 6-7 миллионов баррелей в сутки. И это, конечно, такая серьезная вещь, потому что вторую волну никто не мог сразу предсказать еще в марте, в апреле, в мае месяце, когда было резкое падение мировых рынков нефти. Собственно, сегодня мы и наблюдаем вторую волну во всем мире, хотя она, конечно, носит более мягкий характер, чем в весенний период. Тем не менее, спрос все равно ограничен. И мы это наблюдаем по мобильности, по активности населения, в частности, если смотреть графики восстановления спроса, то даже в период июля, июль-август, спрос был выше, чем сегодня по некоторым позициям. Например, по использованию автомобильного бензина, моторного топлива в целом, уровень потребления был значительно выше, процент на 40, чем сегодня, чем мы видим в декабре месяце. Хотя постепенно спрос и восстанавливается, но тем не менее, совершенно очевидно, что второй фактор, который влияет на восстановление спроса, это те необратимые изменения, которые мы наблюдаем в жизненном укладе населения, планеты в целом, которые сказываются на разных отраслях, в том числе и на энергетике. И вот мы с вами сейчас проводим в режиме видеоконференц-связи нашу беседу, хотя в то же время раньше, наверное, мы бы встретились и за одним столом бы обсуждали эти вопросы, соответственно, поехали бы на автомобилях или полетели на самолетах друг к другу. Но этот год показал, что, в принципе, наверное, это уже и не так нужно. И мы гораздо больше экономим времени, мы гораздо меньше тратим средств и моторного топлива, собственно, и в рамках пассажирских авиаперевозок и дорожного трафика. Поэтому восстановление, скорее всего, и наши прогнозы сегодня меняются, будет более медленным, чем изначально мы планировали. И многие эксперты говорят, что оно может быть в течение даже около двух лет восстановления спроса. Два-три года, возможно. Мы будем наблюдать, смотреть. Главное, нам оперативно реагировать на ситуацию. Я думаю, вы, наверное, знаете о тех параметрах, которые есть на сегодняшний день с точки зрения принятых решений ОПЕКом, странами ОПЕК+. Мы в целом настроены на то, что по мере роста спроса необходимо восстанавливать добычу, потому что уровни сокращения, конечно, сегодняшние, которые действуют, они беспрецедентные. Если в начале нашего соглашения 4 года назад мы говорили о сокращении примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, когда приняли решение на 10 млн баррелей, естественно, мы настроены на то, чтобы быстрее восстанавливать эту добычу, опять же, не нарушая балансировки рынка и, конечно, не создавая излишков на нефтяных рынках. То есть мы должны, по сути дела, в рамках тех ежемесячных встреч, о которых мы договорились с января месяца, заниматься таргетированием нефтяного рынка с точки зрения его баланса, спроса и предложения. И в то же время обеспечивая постепенное по мере роста спроса восстановление добычи, потому что для стран-экспортеров это, очевидно, важная вещь, это значительная доля в промышленности, в налоговых поступлениях, в темпах роста индекса промышленного производства, в АВА, внутреннего продукта и так далее. Поэтому, безусловно, для нашей страны это важно. Ну, пару слов, может быть, скажу по газовой отрасли, по электроэнергетике. Газовая отрасль – это не так сильно этот год коснулся, как нефтяную отрасль, хотя тоже, на самом деле, мы наблюдали существенные колебания, в первую очередь, относительно цен на газовом рынке. И, наверное, рекордное снижение цен мы видели в этом году. И, опять же, стремительное восстановление к концу года. Например, на сегодняшний день мы видим, цены уже восстановились примерно на спортовых рынках до уровня 210 долларов за тысячу кубических метров газа. Когда были критично низкие цены, никто не мог предположить, что такое восстановление случится очень быстро. И что интересно, на газовых рынках мы наблюдаем, несмотря на то, что в летний период подземные газовые хранилища были заполнены выше, чем в предыдущие годы. То есть, по статистике, уровень заполняемости заполнения был выше. На сегодняшний день, к середине декабря, отбор газа из подземных газовых хранилищ идет более высокими темпами, и мы находимся на уровне гораздо ниже, чем в другие годы относительно заполняемости, что существенно влияет, конечно, и на цены. Относительно спроса, хочу сказать, что не так газовый рынок задел, как нефтяной. То есть, общий уровень сокращения мы наблюдаем где-то по итогам 2020 года, состоит около 3% по всему общему мировому рынку. Ну и на эту же величину мы ожидаем, что в следующем году, скорее всего, есть такой прогноз, что рынок восстановится в полном объеме. То есть, восстановление рынка будет быстрее. Относительно нефтяного рынка. Больше было спотовых поставок в этом году. Мы наблюдали также снижение поставок жиженного природного газа, который при низких ценах стал менее конкурентоспособным. Ну и, безусловно, сейчас идет восстановление трубопроводных поставок, что тоже говорит о конкурентоспособности этого способа поставок газа. По электроэнергетике. Несколько слов тоже хотел сказать. Мы, очевидно, в этом году видим снижение спроса. Также в целом по миру снижение, по нашим оценкам, состоит примерно на 2%. В отдельных регионах европейских стран в большем объеме до 6%, например, во Франции, Испании, Великобритании. Что касается России, мы ожидаем снижение спроса в целом по году в среднем на 2,7% по отношению к уровню 2019 года. Тоже более, скажем так, лучший ожидаемый результат, чем мы прогнозировали еще в апреле месяце, когда случилось резкое снижение спроса. Мы видели падение более глубокое и ожидали, что до конца года может быть снижение спроса на электроэнергию до 4-5% или даже до 6%. То есть 2,7% для нас – это достаточно, ну, скажем так, хороший результат. Мы считаем, что спрос на электроэнергию как конечный вид энергии будет расти опережающими темпами. И это очевидно, потому что все больше и больше требуется электроэнергии для того, чтобы обеспечить новые виды потребления электроэнергии. Это зарядная инфраструктура для электромобилей, это центр обработки данных, хранилище BigDate, обеспечение роботизации, IT цифровых, облачных технологий. То есть потребление электроэнергии будет расти более высокими темпами. И мы очевидно, что видим, что будет увеличиваться доля электроэнергии, которая будет производиться возобновляемыми источниками энергии в генерации в целом в энергобалансе. Я хотел бы тоже заметить, что несмотря на вот такой тренд, который касается увеличения доли возобновляемых источников энергии, ну, очевидно, что доля углеводородов, она еще будет сохраняться в энергобалансе, но, может быть, не в тех пропорциях, которые ранее прогнозировались, а чуть меньше. И вот я называл ранее цифры, что доля углеводородов сейчас составляет 85%, она там в ближайшие два десятилетия, снизится процентов на 15 в общем энергобалансе. И значительно вырастет доля возобновляемых источников энергии. Вот. То есть мир как бы останется в большей степени углеводородным, хотя все более значительную роль будет приобретать и климатическая повестка, о которой мы и сегодня должны будем с вами говорить. В первую очередь речь идет о Парижском соглашении, к которому в 2019 году присоединилась Россия, поддержав мировые усилия по сокращению парниковых газов и стремлению к переходу к низкоуглеродному будущему. Ну, это на сегодняшний день, наверное, один из самых обсуждаемых вопросов, так называемый энергетический переход. В наибольшей степени этот энергетический переход разделяют европейские страны, ряд азиатско-тихоокеанских стран, азиатско-тихоокеанского региона. Конечно, это и Соединенные Штаты Америки, Канада. Что касается Еврокомиссии, ну, здесь это, наверное, как бы является лидерами относительно тех задач, которые ставят перед собой страны. Обсуждаются сегодня различные варианты перехода безуглерода, нейтральности, и делаются заявления. Мы знаем, что разрабатывается проект закона о вводе углеродного налога. Это тоже отдельный вопрос, который следует обсудить. Хочу сказать, что Россия тоже, в свою очередь, привержена вопросам климатической повестки. Согласно национальным уровням вкладок в рамочную конвенцию ООН о изменении климата, к 2030 году уровень выбросов парниковых газов в России должен сократиться на 70% от уровня 1990 года, при условии максимального возможного учета поглощающей способности лесов. И я хочу отметить, что наши компании, которые работают в энергетике, уже сегодня активно наравне с зарубежными конкурентами утверждают для себя цели по снижению выбросов СО2 в атмосферу. Приведу примеры нашей компании. Например, «Газпром» поставил себе целевые показатели по снижению выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа почти на 4% к 2024 году. «Газпромнефть» планирует к 2022 году достигнуть уровня использования попутного нефтяного газа в размере не менее 95%. «Роснефть» заложила программу на объем зеленых инвестиций в размере 300 миллиардов рублей или почти 7% от ежегодных затрат. «Газпромнефть» планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной. «Лукойл» намерен сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в следующем году на 5%. «Новаттек» соответственно до 2030 года планирует снизить выбросы метана и парниковых газов в секторах добычи и переработки на 4% и на 6%. Это одно направление работы. Второе, мы планируем продолжить развивать строительство и производство возобновляемых источников энергии. Как известно, у нас действует сейчас 10-летняя программа строительства ВИА на 6000 мегаватт. Уже 2000 мегаватт введены в эксплуатацию. В ближайшие годы она будет полностью выполнена, инвестиции соответствующие осуществляются. И сегодня в правительстве Российской Федерации рассматривается предложение о продлении этой программы еще на 10 лет, то есть на период до 2035 года. Мы рассматриваем определенные параметры, которые могут быть заложены в эту программу. Очевидно, что программа будет, и мы будем продолжать заниматься стимулированием и развитием строительства в нашей стране солнечной, ветровой генерации. Хотя я хотел бы тоже еще раз обратить внимание на то, что наш энергетический баланс в России сегодня и так достаточно энергоэффективен и экологичен. У нас в энергобалансе 19% занимает атомная генерация чистая, 18% это гидрогенерация, и уже почти 1% это возобновление с точки энергии, доля которых будет уже расти до 4%. Соответственно, мы уже имеем на сегодняшний день почти 37-38% в энергобалансе чистой энергии и возобновляемых с точек энергии. Если же говорить о дальнейшей структуре, то 50% еще дополнительно в энергобалансе занимает использование природного газа. И только 14% приходится на уголь. Мы достаточно эффективны в этой части, и, соответственно, углеродный след в выработке электроэнергии в России меньше, чем в других странах, таких как США, Европа, Китай, Австралия, Индия, Япония и другие страны мира. Еще несколько слов хотел бы сказать, что в числе приоритетов нашей энергетической политики мы считаем это развитие водородной энергетики. У нас есть соответствующие наработки, компетенции наших компаний, которые сейчас работают над вопросами создания технологий для коммерческого использования, технологии производства водорода, технологии его хранения, транспортировки, соответственно, утилизации СО2, а также использования водорода в отраслях промышленности, в транспорте, в энергетике. Мы считаем, что это действительно перспективный также вид энергии, который будет во всем мире расширяться с точки зрения, с точки энергии. Он будет играть большую роль в снижении углеродного следа. Ну и, соответственно, Россия здесь может быть одним из лидеров в мировых рынках и не только с точки зрения поставок водорода, но и с точки зрения самих технологий. У нас этим занимается большое количество компаний, работающих в секторе энергетики, а также в секторе промышленности. И очень много работает в этом направлении наших научных учреждений. Но об этом можно там отдельно поговорить. Поэтому мы считаем, что Россия с гастовностью включилась в мировой тренд по постепенному энергетическому переходу. Однако, на что я хотел бы обратить внимание, что этот процесс не должен носить дискриминационный характер по отношению к традиционным источникам энергии, которые, на наш взгляд, тоже могут быть вполне экологически чистыми. И, как я уже говорил, над этим работают наши российские компании. Наверное, я на этом хотел бы закончить. Мы сможем ответить дополнительно на ваши вопросы. Иначе я займусь все ваше время в рамках видеоконференции. Потому что... Александр Анатольевич, в таком случае на правах модератора я хотел одну вещь сразу уточнить из того, что вы сейчас говорили. Что касается водородных дел. Вы думаете, что Россия пойдет по какому пути? Голубого водорода или зеленого водорода? Для тех, кто не совсем теми, пойдет ли Россия по пути выработки водорода прежде всего из природного газа, а может быть даже из угля? Или, так сказать, по европейскому пути, где сейчас отстаивается история с электролизом, причем поставщиком электричества или электролиза, были бы в таком случае возобновляемые источники? Сергей, спасибо. Что касается технологий, то сейчас мы работаем над различными технологиями, в том числе и по производству и зеленого водорода, и голубого, соответственно, и желтого. Серый наиболее простой, безусловно, что касается природного газа, преобразования метана. Важно, что мы имеем все возможности, поскольку, как я уже сказал, у нас энергобаланс достаточно диверсифицированный, использовать любые возможности. Но, конечно, в первую очередь речь идет о том, чтобы эти технологии были разработаны и внедрялись в коммерческую, скажем так, эксплуатацию. Наработки есть у нас и у компании «Газпрома», и у «Росатома». Занимаются этим и «Новотек», и «Ростехнологии». На сегодняшний день уже компания «Роснано». Я не буду называть много компаний других, перечислил только известные достаточно. Хотя, когда мы обследовали ситуацию в этом направлении, что делается в России, я могу сказать, что у нас несколько десятков компаний работают в этом направлении. И для нас, мы считаем, что мы можем работать по любым здесь направлениям и не ограничиваться только лишь одним видом. Я уже сказал, что это и технологии производства, и хранения, и транспортировки, что немаловажно. И главное еще и вопросами утилизации надо заниматься. Потому что при производстве чистого водорода надо думать, куда пойдет СО2, как он будет захороняться. Потому что если это выбросы в атмосферу, то, безусловно, в этом нет никакой особой эффективности с точки зрения безуглеродного следа. Спасибо вам за это разъяснение. И к вопросу как раз об улавливании углерода. Тут я даже не буду стесняться своей некоторой эгоистичности. Действительно, вот в этом нашем докладе про 10 природных идей на следующие 10 лет первая же глава посвящена улавливанию углерода. Автор ее роддик журналом, Нобелевский лауреат. Но заканчивает он свою главку следующей мыслью, которая, кстати, редко обсуждается в России, а зря. Нам всем надо немедленно уделить первоочередное внимание обеспечению электроэнергии примерно 2 миллиардов людей с низким уровнем дохода, не имеющих доступ к постоянному источнику питания. Чтобы удовлетворить их текущие потребности, мы должны быть готовы к созданию традиционных мощностей по производству ископаемого топлива, замену которых полностью разработаны чистыми системами можно спланировать на будущее. И вот в данном случае, имея в виду интересы тех несчастных миллиардов людей, которые действительно не всегда к электричеству имеют доступ, вопрос у меня, тем не менее, такой политико-экономический и по текущим делам. А вот что касается такого традиционного продукта, как нефть, то вы думаете, вы сможете в ОПЕК-плюс проводить такую же согласованную политику с американцами? Да, все понимают, что американцы формально не часть этого процесса, но они, тем не менее, снижали же собственное производство в унисон с другими. Так вот, удастся ли удержать ОПЕК-плюс как механизм для балансировки рынка нефти при Байдене? Сергей, спасибо. Мне кажется, что касается координации стран, это же добровольный процесс, на самом деле. И на сегодняшний день этот добровольный процесс уже идет 4 года. Конечно, на мой взгляд, он не бесконечный. Когда рынки сбалансированы, наверное, мы все-таки будем больше просто обмениваться информацией, как это записано в нашей харте, одобренной в прошлом году всеми странами. Но мы видим, конечно, что со стороны новой администрации делаются заявления, которые прямо противоположны той политике, которая проводилась в течение последних четырех лет. И больше будут преобладать все-таки вопросы, как мы слышим, климатической повестки. Это может повлиять в том числе и на добычу в Соединенных Штатах Америки. Поэтому надо будет смотреть, какие действительно будут решения приниматься. Но очевидно, что если говорить все-таки о возможностях сотрудничества стран для того, чтобы как-то нивелировать негативные факторы, которые глубоко влияют на рынок, то есть если колебания небольшие, наверное, в этом ничего страшного нет. Если такие, как вот в этом году, в 2020 году мы видели, то, конечно, такие совместные действия, они будут, очевидно, приносить пользу всем. И мы надеемся, что изменение политики или администрации США не повлияет на те совместные координирующие действия, которые призваны в первую очередь по позитивной роли играть в целом и для мировой экономики, и для энергетического рынка. Но, к сожалению, пока нефть является ведущей. К сожалению, наверное, может быть и к счастью, кто занимается нефтью. По факту. По факту. По факту нефть сегодня – это один из основных энергетических источников. Как бы там ни хотелось на сегодняшний день, чтобы это было по-другому. Поэтому нужно с этим жить, и, соответственно, этот источник энергии должен эффективно обеспечивать инвестицию в эту отрасль для того, чтобы обеспечивать энергетическую безопасность поставки энергии, пока этот источник будет использоваться. Да, но при этом для тех, кто нас будет смотреть в записи, 15 часов 34 минуты по московскому времени в понедельник. Фьючерсы на бренд из-за последних событий в Англии с этим новым штаммом – минус 4,13%. Фьючерсы на WTI – минус 3,59%. Серьезно. Я передаю возможность задать вопрос Родиону Роману, Розен Трофаксу. Коллеги, добрый день. Александр Валентинович, если вернуться к теме, которая вынесена в заголовок сегодняшнего мероприятия, про энергетический переход, пока мы однозначно можем утверждать только одно, что мы не знаем, какими именно темпами он будет происходить. Вот на ваш взгляд, каких рисков больше? Что сроки энергоперехода как-то непомерно затянутся из-за того, что все-таки это все очень дорогие проекты, которые требуют дорогостоящей инфраструктуры и триллионных инвестиций? Или наоборот, что произойдет какой-то внезапный скачок, и уже, например, через 10-15 лет ландшафт мировой энергетики радикально изменится? Может быть, в этом случае нужно сделать ставку на ускоренную монетизацию тех нефтегазовых запасов, которые у нас имеются, по тем ценам, которые будут складываться на рынке, просто потому что даже по невысоким ценам в обозримом будущем они уже станут невостребованными. Спасибо за вопрос. Знаете, здесь достаточно сложный вопрос, честно говоря, потому что когда мы говорим об энергетическом переходе, в основном кто делает заявление относительно достижения безуглеродной нейтральности к 2050 году, отдельно, мы слышали, Китай до 2060 года сказал, единицы до 2040 года ставят себе такие амбициозные задачи. В основном это развитые страны, да? И это не все население планеты. Все-таки планета у нас, население 7 миллиардов человек, и на сегодняшний день в энергобалансе еще четверть энергии производится из угля, а 10% из дров. То есть это треть всего энергобаланса. Несмотря на то, что, казалось бы, дрова особо никто из развитых стран не использует, в основном это развивающаяся, либо депрессивная экономика, где нет источников для более качественного обеспечения энергии, за счет более дорогого источника, но более энергобезопасного, экологически чистого. Поэтому, конечно, если смотреть в масштабе всей планеты, очевидно, что мы там к 2050 году не достигнем безуглеродной нейтральности. Это будет, дай бог, если тут развитые страны, которые объявили о таких своих целях. Это первое. Второе, конечно, когда мы видим все эти объявления, мы до конца не понимаем и не видим оценки действительно стоимости всего этого. Кто за это заплатит, условно? Какой потребитель или какая экономика это и каким образом будет выносить? Очевидно, что в рамках общей добавленной стоимости производимой валового внутренационального продукта любой страны это дополнительные расходы, которые кто-то должен понести. Это огромные расходы. Поэтому здесь нужно будет более тщательно смотреть, как будут достигаться такие показатели с точки зрения экономики. Ну и третья очевидная вещь, о которой вы тоже сказали, что в мире климатическая повестка, с учетом климатической повестки, которая сейчас активно все-таки возобладает, я думаю, она и дальше будет охватывать, так сказать, умы. Второй фактор немаловажный о том, что все-таки в мире много стало дешевых энергетических ресурсов, в том числе нефти, в том числе газа, в том числе угля, если говорить о углеводородах. Соответственно, конечно, это в первую очередь связано с развитием новых технологий. То есть, если раньше эти запасы считались экономически нерентабельными для добычи, сегодня на баланс ставится уже с учетом новых технологий, большое количество запасов, которые становятся привлекательными с точки зрения инвестиций. И дальше стоит на повестке вопрос. Вот эти все запасы огромные, которые есть, действительно, в течение какого времени они будут востребованы? В течение ближайших 10-20 лет, и тогда надо будет ставить вопрос об их монетизации ускоренным способом. Либо все-таки это будет более длительный период еще использования соответствующих источников в энергобалансах, и на более длительный период можно обеспечивать, растянуть добычу соответствующих минеральных ресурсов. Поэтому это такой достаточно теоретически сложный вопрос и сложный ответ на него. Нужно постоянно мониторить ситуацию и постоянно принимать решения, которые были бы как раз на границе этих двух разных подходов, я бы так сказал. Но мое мнение, например, что все-таки нам в ближайшие десятилетия нужно больше обращать внимание на монетизацию существующих запасов. Спасибо, Александр Валентинович. Я сейчас услышал в вашем выступлении сразу несколько посылов, которые, мне кажется, мог бы нам прояснить такой наш участник, как Рейхба Чунг из Южной Кореи. Я, кстати, сказать хотел особо подчеркнуть, что он является послом Чунгом, который многие годы занимался этой проблематикой в Организации обменных наций, и он возглавляет Международный комитет глобальной энергии. Посол Чунг, обращаюсь к вам на русском, потому что у нас связь через два канала. Мы сейчас услышали нечто из уст вице-премьера Новака и про то, как перехватывать углерод, и про то, как переходить к водородной экономике, что он резонирует с нашим докладом и, конечно, толкается в известной степени от того, что вы в начале века начали вырабатывать на площадке ООН. Какие у вас впечатления? В первую очередь, добро пожаловать и приветствия из Сеула. Я очень рад присоединиться к вам. Рад был послушать выступление господина Новака. Я очень рад, что, если, например, господин Новак упомянул такие технологии, как лаваливание углерода и многие другие современные технологии, я очень рад тому, что Россия продолжает и дальше играть важную роль, в том числе и в энергетическом переходе. Конечно же, нефть и газ будут продолжать играть важную роль в рамках этого энергетического перехода. Никто не сможет резко перейти к безуглеродной экономике и к возымляемым источникам энергетики. Должен быть энергетический переход, и такой переход должен основываться на новых технологиях, в том числе технологиях улавливания углерода. И об этих технологиях идет речь в годовом ежегодном докладе «Премия глобальной энергии. 10 прерывных технологий в области энергетики». Я поздравляю Международный комитет с публикацией такого интересного доклада. Один из основных моментов в этом докладе – это технологии улавливания и хранения углерода. Конечно же, сейчас существует большое количество существующих технологий, и работа продолжается в Европе, в Соединенных Штатах, в этой области. Мир не стоит на месте. Но важно отметить, что России надо было бы подумать над тем, как реструктурировать и трансформировать энергетический ландшафт в предстоящие годы для того, чтобы ускорить обеспечение этого перехода. И ключевой момент здесь – это технологии улавливания углерода. Это также нужно увязать и с производством водорода. Бывший председатель Международного комитета «Премия глобальной энергии» изобрел собственный цикл улавливания углерода и производства водорода в то же самое время. Я думаю, что это очень интересная технология. Мы должны воспользоваться новыми прорывными открытиями в этой области. Поэтому и российское правительство, и компании, включая международные компании, работающие в России, должны посвятить этому время и изучить эти технологии. И в Корее также мы планируем перейти к безоперодной экономике в 50-м году. Мы уже разработали дорожную карту по разработке водородных технологий. Мы объявили об амбициозном плане, который просматривает увеличение производства водорода. То есть водород будет играть также ключевую роль в энергетическом переходе в Республике Кореи. Что означает, что здесь открываются дополнительные возможности для маркетизации водорода, производимого в России и в другие страны, в том числе Европу и США. То есть в России открывается возможность экспортировать не только ископаемые виды топлива, но и водород в качестве нового сырьевого ресурса, что также будет поддерживать и энергетический сектор в России. Поэтому я решительно поддерживаю мысли, которые были озвучены вице-премьером Новаком относительно улавливания углерода. И это не только мысли, которые мы озвучиваем сегодня. Они должны основываться на конкретных проектах. Пора перейти к решительным действиям. Я был бы рад, например, представить вам корейских инвесторов, корейские компании, которые также были бы заинтересованы в совместной работе с российскими энергетическими правительствами, энергетическими компаниями на этот счет. Я слушал сейчас посла Чунга, сопоставлял то, что он говорит после того, как мы услышали заявление Александра Валентиновича. Но хотел обратиться сейчас к Елене Телегиной с одним подковыристым вопросом. Очень многое из того, что запланировано, особенно в Европе, на предмет энергетического перехода, выглядит все более реалистично по причине того, что есть огромные субсидии. Ну или, по крайней мере, на горизонте есть огромные субсидии со стороны и национальных правительств, и Еврокомиссии. Насколько реалистично говорить об энергетическом переходе, о переходе на особенно возобновляемую энергетику. До сих пор мы говорили о красивой стороне традиционной энергетики, на возобновляемую. При условии, что в остальном мире, при условии, что киловатт-часов или та же тонна водорода, производимого с помощью электролиза и возобновляемых источников, становится в 3-4 раза дороже. Насколько эта история реалистична для остального мира? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу использовать возможности визуализации, потому что я считаю это важным для донесения мыслей, которые я сегодня вам презентую. Мне хотелось бы начать с того, что энергетический переход – это не первый процесс, в котором сталкивается человечество. Энергетический переход происходил, и раньше мы знаем, что до середины прошлого века мир топился углем. И хотя угольная составляющая все равно остается достаточно значительной в мировом энергетическом балансе, тем не менее только к 70-м годам именно нефть, газ и уголь стали вот той доминантой углеводородной экономики, на которой развелась американская экономика. И энергетический переход от угля к нефти и затем к газу занял 70 лет, ну где-то примерно. Именно доминирование углеводородов сегодня вызывает тревогу мирового сообщества, об этом много говорят, и основными рисками названы климатические и природные факторы, связанные с выбросами вредных выбросов в атмосферу. Но тут важно понимать, вот мы можем говорить, что будет он в 40-м году, в 50-м или в 60-м. Здесь, конечно, зависит от скорости развития мировой экономики, от политической воли тех или иных государств. Но есть какие-то базовые определяющие моменты, которые являются катализаторами вот такого энергетического перехода. Мне очень нравится эта картинка американского исследователя энергетического рынка Тони Месеба, который показывает, что вот практически за 10 небольшим лет Пятая авеню драматически изменилась. Если мы видим повозки лошадиные, то через к 13-му году уже практически двигатели внутреннего сгорания автомобиля заменили собой лошадиную тягу. И здесь как раз удобство потребителей, выбор потребителей имеет очень большое значение. Хотя мы не можем говорить о том, что это период, когда этот переход достиг своего пика, но мне кажется, что это очень значимо с точки зрения определения вот тех катализаторов, которые действуют на этот процесс. Пандемия, кстати, тоже является катализатором, и после испанки ускорилось использование двигателя внутреннего сгорания. Человечество перешло на автоматизированные системы управления, заменяя собой людей, в том числе из-за сокращения, может быть, количества рабочей силы. Но здесь важным сегодня является то, что пандемия и вот этот энергетический переход наложился на очень резкое развитие цифровизации. И пандемия ускорила использование компьютерных технологий, искусственного интеллекта. И в сочетании с этим, мне кажется, придало большое такое ускорение развитию этого процесса. Ну а что касается использования, например, альтернативной энергетики, возобновляемых источников теплоэнергетики, то солнечная энергетика сейчас дешевеет стремительно, и уже вот увидим, что солнечное электричество в северной стране, в Норвегии, сравнялось по стоимости производства с солнечной Калифорнией. И можно говорить, будет ли это в 30-м или 40-м году, но то, что это основной тренд продвижения возобновляемой энергетики на рынке, это безусловно. Мы все знаем о том докладе, который BP опубликовала весной этого года с разными сценариями развития нефтяных котировок, цен на нефть, спрос на нефть. И как раз мы видим, что в общем нефть и колеблется сейчас в том коридоре, который является более-менее комфортным, хотя не таким хорошим, как хотелось бы. Но вторым фактором является осознание и самими энергетическими компаниями, бизнесом нефтегазовым, необходимости вот этого развития в сторону уже трансформации глобальных энергетических компаний. И самое главное – это выбор инвесторов. Потому что сегодня, к сожалению, инвесторы, ну, к сожалению, для энергетических компаний инвесторы не голосуют за акции нефтяных компаний. И даже если цена на нефть подрастет, мы надеемся на это, акции нефтяных компаний уже и сами нефтяные компании не будут пользоваться таким инвестиционным спросом. Сейчас весь инвестиционный спрос двинулся в сторону зеленой энергетики, ну, естественно, медицины, новых технологий, но и зеленой энергетики. И вот этот интерес инвесторов, аппетит инвесторов подогревает рынок. И деньги, конечно, пойдут туда, там быстрее отдача, конечно, там надуются пузыри очередные, но вот это глобальное изменение предпочтений инвесторов тоже еще до пандемии уже отразилось на котировках нефтяных компаний и заставило их пересматривать модели бизнеса. Еще важный фактор – это, конечно, китайское развитие, потому что Китай, вот вы видите, он самый крупный производитель электроэнергии в мире. Он почти в два раза опережает Соединенные Штаты по производству электроэнергии, хотя это не самая развитая страна в мире. Китай за последние пять лет накопил очень большой потенциал по производству оборудования для солнечной энергетики и является сейчас таким глобальным игроком на этом рынке. И Китай активно развивает электромобили, поэтому мне кажется, что Китай будет в промежутке 10-20 лет доминантой с точки зрения развития возобновляемой энергетики. Конечно, это огромная страна, она использует все источники энергии, но очень широко использует возобновляемую энергетику. Четыре основных державы – это Китай, Соединенные Штаты, Индия, ну и Европейский Союз в целом поставили амбициозные цели перехода к возобновляемой энергетике в разные периоды времени, вот тут несколько десятилетий могут их разделять. Но очень важным еще является в этом процессе, то, что мы видим сейчас, именно в связи с цифровизацией, использованием спусков интеллекта, переход, глобальный переход, и это отличает вот это время наше, это не только касается энергетики, с ресурсоориентированных и вертикально интегрированных компаний на такие плоские, горизонтальные, сетевые, небольшие, наукоемкие производства. Это переход от жесткой структуры управления к структуре гибкой, и как раз вот трансформация энергетического рынка позволяет очень эффективно перейти вот на эти новые структуры. Особенно это чувствительно, конечно, для китайской экономики, которая имеет в сфере услуг гораздо меньше доли ВВП, чем развитой экономики, но тем не менее этот процесс идет также сегодня, сопровождая энергетический переход. И в целом меняется модель рынка. В связи с трендами, урбанизацией и всем прочим, потребительское поведение сегодня направлено на максимально распределенные отношения в энергетике. Потребитель предпочитает не только зеленую энергетику, как чистую, экологически чистую, но вот распределенная генерация позволяет, по собственности, молодому поколению участвовать как полноправному члену энергетического рынка не только в покупке энергии, а и в ее производстве. И вот эти региональные супергриды, децентрализация очень помогает и является трендом, который ложится на молодое поколение пользователей. И в этой связи, в связи с тремя энергетического рынка, декарбонизацией, децентрализацией, цифровизацией, диджитал, можно говорить о том, что энергия из товара превращается в услугу. И превращение энергии в услугу это совершенно другая бизнес-модель энергетического рынка. И еще очень важным является то, что вот эти преобразования накладываются на новое поколение Z, которое сегодня еще, в общем, достаточно молодое поколение, которое может быть самым старшим не более 20-ти. Но это цифровое поколение абсолютно, оно живет в интернете, оно хочет быть самодостаточным. У него нет таких запросов с точки зрения материального благосостояния, но жизнь в интернете выдает запрос на вот эту независимость, и в том числе энергетическую. Просите, ради бога, я вас не прерываю, просто мне по параллельному каналу пришла новость о том, что Александр Валентинович там срочный правительственный звонок, давайте просто с ним все попрощаемся по-человечески, а то будет неудобно, нам надо будет его отпустить и продолжим слушать ваше выступление. Александр Валентинович, спасибо большое, надеемся до скорой встречи с вами новых. Ладно? Спасибо большое, я с большим удовольствием ответил на ваши вопросы, и мне сделают самари вот тех выступлений, которые сегодня еще прозвучат. Спасибо большое. Спасибо, до встречи. Елена, извините, пожалуйста. Ну, я уже в принципе заканчиваю, но я хочу сказать о том, что вот это вот поколение молодое, как говорится, ориентировано на жизнь в интернете практически, и входит в эту жизнь, формируя новые потребительские запросы, оно в основном находится как раз в азиатских странах, в Китае, в Индии, и оно будет иметь очень большое влияние на будущее рынка, в том числе энергетического. И это поколение возразовывающих стран живет лучше, чем их родители, в отличие от поколения традиционных развитых экономик. И именно оно, азиатское поколение молодых, будет доминировать в новых моделях устройства энергетики. Ну, и я надеюсь, вот как раз я хочу показать это умное пространство будущего, энергетический переход будет стимулироваться именно потребительскими запросами, потому что на уровне просто обычной жизни начинают внедряться вот эти технологии, демонстрируя людям, что это удобно. Вот я, например, не думаю, что я увижу, что Москва переходит на электробусы. И такое вот компактное пространство будущего, зеленое, с использованием различных видов энергии, с цифровизором. Елена, вы отключили звук. Елена, вы отключили звук. Вот это вот компактное пространство является самым главным аргументом в пользу того, что энергетический переход может ускориться и произойти раньше, чем даже вот те прогнозы, которые мы делали. Спасибо. тем не менее. Скажите нам, пожалуйста, а вот молодые корейцы, они вас периодически удивляют своими действительно уже такими нестандартными подходами к энергетической теме? Есть нечто такое, где ими движут не деньги, а вот такое стремление к лучшему будущему. Не успели переводчики? Что-то я не вижу у нас Чунга на связи. А он не слетел или у нас связь с Чунгом? Может статься. Давайте тогда будем надеяться, что мы к нему сможем вернуться, а тогда я сейчас передам слово... А, окей. Да-да-да, Сергей. Я... Я слышал опять русский оригинал, поэтому не смог услышать перевод на английский язык. Мне было сложно понять основной посыл вашего вопроса. Не могли бы, пожалуйста, еще раз только на английском мне повторить этот вопрос. Да, будет проще. Я сам задам мой вопрос на английском языке. Мы говорили... ...то, чем выгрузятся молодые поколения, когда говорят о энергопереходе. С одной стороны, да. Энерго-трехподзветковое сокращение. Цены, я имею в виду, что солнечная энергетика получилась более дешевой. Мы понимаем, что эти молодые люди часто руководствуются идеалистическими соображениями, а не деньгами. Удивляетесь ли вы тем, как мыслят молодые поколения? Да, в самом деле, очень многие из них противостоят изменению климата. В Южной Корее, в частности, есть мощные движения в поддержку борьбы с изменениями климата. И я считаю, что будущие поколения во многом более сознательно отходятся к этому вопросу, потому что на кону находится их самое выживание. Молодые люди это прекрасно понимают. Я думаю, что это создаст новое политическое движение, создать мощную поддержку климатическому движению. Причем это не только деньги упираются, нет. Это мощная политическая повестка, которая будет стимулировать и, в свою очередь, технологические изменения. Вы говорили о стоимости технологии по улавливанию углерода. Однако мы знаем о новых инновациях, которые могут снизить стоимость такой технологии. Они, эти технологии, инновационные решения уже доступны и в Корее, и в США. Есть проекты, которые посвящены как раз этому. Удалось значительным образом за последние несколько лет сократить эти издержки. Сейчас стоит вопрос о том, кто станет первопроходцем в этих новых технологиях, кто создаст новые рынки и будет осваивать их. Не только традиционные рынки. Некоторые люди, некоторые компании пытаются создать новый рынок, новые технологии в том, что касается водорода и технологий по улавливанию и хранению углерода. И мне кажется, что это движение будет развиваться как раз на основе воодушевленного подхода молодых людей не только в Корее, но и всего мира. Ну что ж, а давайте в таком случае у Алексея Грова спросим, насколько реалистично ему кажется создание аж целой новой отрасли экономики энергетики на основе тех идеалов новых, которые проникают в молодежную среду. Ну, в частности, в молодежную среду. Спасибо, Сергей, за представление мне слова. И так получилось, что я оказался самым молодым из числа сегодняшних выступающих. И, наверное, действительно логично, как говорится, поинтересоваться, а что же действительно думает молодое поколение по поводу энергетического перехода и своей роли в нем. И здесь, вот отвечая и на ваш вопрос, и на самом деле присоединяясь к выступлениям многих предыдущих докладчиков сегодняшних, я бы хотел сказать о следующем, что да, с одной стороны, энергетический переход происходит, да, возникает очень много вопросов относительно скорости энергетического перехода, относительно динамики движения к нему, но, безусловно, принципиальным вопросом является то, как будут вести себя так называемые факторы неопределенности, которые определяют, собственно говоря, ситуацию с энергетическим переходом в мире. И, кстати говоря, влияние на эти факторы ковида, как некого нового черного лебедя для всего энергетического рынка. И, если возможно, я буквально один слайд хотел продемонстрировать, если мне позволят организаторы. Вот, пожалуйста. Надеюсь, его видно. Значит, я бы хотел сфокусировать внимание в рамках своего короткого уже выступления, время истекает, на том, что существует, на мой взгляд, три важнейших ключевых неопределенности, я их очень остро чувствую, хотя я не отношусь к поколению Z или к поколению нулевых, вот, мне уже 40 лет, но, тем не менее, я чувствую, что эти ключевые неопределенности крутятся вокруг поведения трех основных групп игроков, которые определяют энергетическое развитие и, как минимум, оказывают на него решающее влияние. Это потребители, это регуляторы и это инвесторы. Частично определенные факторы в их поведении сегодня затрагивались в выступлении Александра Валентиновича и Елены Александровны, да и профессор Чунг говорил тоже об этом. На чем же я хотел заострить внимание вот в конце нашей сегодняшней дискуссии. Потребители. Мы сегодня видим действительно целое поколение людей, которое растет с совершенно иными представлениями о целесообразности и необходимости защиты климата. С одной стороны, да, мы видим Грета Тунберг, целое явление, которое развивается в этом направлении. Мы видим этический отказ потребителей от углеводородов и производимой на их основе продукции, равно как это происходило в свое время с потреблением разных сортов, например, тех же самых продуктов питания. Есть люди, которые стремятся экологически выращенные, там, сказать, продукты питания потреблять, другие покупают более дешевые продукты. То же самое и с энергетикой. Мы видим, опять же, что люди становятся, стремятся к все большей автономизации и электрификации собственного энергопотребления. Мы видим, что меняется модель потребления энергии, причем здесь бы я сказал о факторах новой мобильности. Вот сегодня практически не была затронута тема как бы электромобилей и новой мобильности. Я считаю, что эта тема также очень важна в контексте энергоперехода, потому что, когда я читаю лекции в России и, например, в Сиан-СПО в Париже, я задаю один и тот же вопрос студентам, ну, 20-летним студентам и говорю, коллеги, а какая для вас формула материального успеха и вообще формула успеха в жизни? И русские студенты, процентов 80, сегодня говорят о том, что в числе значимых факторов успеха называют наличие личного автотранспорта. В Европе я не встречал на протяжении последних трех лет ни одного студента, который говорил бы подобное. Это означает только о том, что принципиально меняется и модель потребления энергии, модель отношения к собственности, к энергоресурсам и так далее. То есть просто нам люди говорят, а зачем нам пользоваться автомобилем, это неудобно, это дорого, мне проще воспользоваться электромобилем, либо общественным транспортом, либо такси. В будущем беспилотный транспорт только усилит эти тренды. С другой стороны, на что я хотел обратить внимание, и то, что затронул вскользь Александр Валентинович в своем выступлении, ведь энергопереход требует колоссальных инвестиций. Колоссальные инвестиции необходимо откуда-то взять, то есть за энергопереход будет платить и платить в первую очередь потребитель. И вот в этом связи вопрос, а насколько сегодняшний потребитель готов отказаться от энергетического комфорта в пользу более климатически дружественной, климатически эффективной модели энергопотребления. Вопрос не праздный, потому что, если вы помните, Сергей, и вы в своих передачах очень активно это освещали в 2019 году, движение желтых жилетов началось с чего? Оно началось с протеста французских граждан касательно введения нового налога, который вводился на моторные топлива, продаваемые на французских, как говорится, бензозаправках, и этот налог французское правительство ориентировало на поддержку развития зеленой энергетики в стране, и тем не менее население выступило против. Вопрос, насколько действительно население готово сегодня пожертвовать своим энергетическим комфортом в пользу более низкоуглеродного развития, более чистого развития, поскольку очевидно, что без определенных жертв со стороны массового потребителя ничего не произойдет. Еще один важный момент это, конечно, поведение регуляторов, и об этом тоже сегодня много говорилось. Курс на декарбонизацию и построение углеродно-нейтральных обществ и в Евросоюзе, и в Китае, и в Японии, и в Корее безусловно будет являться определяющим для энергетических компаний, которые строят долгосрочный бизнес, и, например, те же самые запреты на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории Европейского Союза, например, или стран Европы, вот в Швейцарии такой запрет уже будет введен после 2025 года, в других странах после 2030 года, это тоже показатель, это тоже, конечно, будет влиять на, в том числе, перспективы той же нефтепереработки в Европейском Союзе, и на поведение компаний, работающих в этом бизнесе. И еще один важный фактор это поведение инвесторов. Абсолютно правильно Елена Александровна отметила, что сегодня интерес инвесторов смещен в сторону зеленой энергетики, хотя, казалось бы, доходность проектов в сфере зеленой энергетики редко превышает 5-6%, чаще всего это 2-3% на вложенные инвестиции, тогда как доходность нефтегазовых проектов 15% и выше процентов на вложенные инвестиции, и тем не менее инвесторы идут в проекты с возобновляемой энергетикой. Почему? Это 2 момента. Первое, это то, что инвесторы в условиях глобального энергетического перехода по сути все меньше верят в перспективы нефти и газа на горизонте следующих 10-15 лет, а большая часть крупных нефтегазовых проектов, сулящих большую доходность на вложенные инвестиции, как раз предполагают окупаемость инвестиций начиная с этого периода. Это первое. И второе, безусловно, инвесторы сегодня стремятся к, скажем так, более коротким срокам возврата вложенных средств и вложения в те отрасли, которые пользуются опять же вниманием со стороны регуляторов, поддержкой со стороны регуляторов и вниманием потребителей. Поэтому, мне кажется, вот это сложное взаимодействие потребителей, регуляторов и инвесторов, оно и будет определять вот ту скорость, о которой сегодня много раз задавали вопрос, энергетического перехода и вот ту возможность построения новых рынков, о которой говорил профессор Чунг в части энергетики, когда мы говорим о водородном рынке, о рынке хлорохранения или улавливания углерода. В завершении хочу только сказать, что пандемия COVID-19, она не только ускорила энергетический переход, это слишком, на мой взгляд, простое представление о влиянии пандемии на энергетику. Вы знаете, она на самом деле обострила противоречия между развитыми и развивающимися странами. В каком плане? В результате эффект пандемии мы получили ситуацию искусственного сжатия спроса на фоне переизбытка предложения по углеводородам, снижения цен на углеводороды и, соответственно, низкие цены на энергоносители, на ключевые энергоносители на рынках. В результате у развивающихся стран, у которых нет такой подушки без обув, скажем так, подушки финансовой безопасности, которая бы позволила им продолжать успешно развивать проекты в сфере возобновляемой энергетики, появляется огромное искушение использовать сложившуюся ситуацию с дешевыми энергоресурсами для того, чтобы решить собственные проблемы энергетической бедности. Поэтому спрос на энергоресурсы традиционный в этих странах сегодня растет. Но на этом фоне происходит совершенно обратная тенденция в развитых странах, где реализуются программы выхода из кризиса с упором на низкоуглеродное развитие. Последний пример это программа Европейского Союза по выходу из кризиса на 750 миллиардов евро, где основными приоритетами как раз приведены в том числе проекты в сфере низкоуглеродной энергетики. Поэтому мы живем в очень интересное время и надеюсь, нам еще не раз предстоит обсудить это в экспертном кругу, как же будет развиваться энергетический переход с учетом тех неопределенностей, в которых мы живем. Спасибо за уделенное время. Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, у нас очень такая интересная панорама получилась из такого отраслевого и экспертного кругов оценок. Если у коллег есть вопросы, то пожалуйста, если нет, то в принципе мы хорошо поработали, хороший был мозговой штурм 70-минутный и можем завершать. В данном случае оставляю открытым дверь для тех, у кого есть вопросы. Есть ли они у кого-то? И что мне организаторы на этот счет скажут? По-моему, тишина, да? Никого мы не обидим? Ну, похоже, никого не обидим. Дорогие друзья, я хотел еще раз поблагодарить всех сегодняшних участников. Еще раз хотел поблагодарить ММО Ильи Примакова и Интерфакс за то, что они последовательно проводят серию таких замечательных встреч. Мне лично всегда очень интересно на них участвовать. Еще раз поблагодарим Александра Валентиновича, который у нас уже покинул. Спасибо послу Рэквен Чунгу в Южной Корее, Елене Телегиной, Алексею Громову, ну и еще раз с организатором. Думаю, что до скорых встреч. По-моему, все, все, что хотели, сказали. Правда? Спасибо. Ну, все, тогда счастливо. До свидания. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова